Приветствую вас. Для начала давайте определимся с вами, вот, на что именно вы нацелены, на какую работу вы нацелены. Да, то есть, я работал с психологом, например, по страху эмоциональной близости, по вопросу страха эмоциональной близости, по вопросу запрета на отношения с мужчинами, по вопросу запрета любви, да, или вы хотите погадать, чтобы вам погадали. Если первый вопрос, то это к психологам, если второй вопрос, то это к эзотерикам. Мне кажется, это первое, что нужно вам сделать, сделать выбор. Второе, значит, смотрите, если мужчина через месяц резко перестал ухаживать за вами, то даже если он и появится, даже если и дальнейшее развитие отношений будет, ну, как-то, то маловероятно, что это развитие, оно будет удовлетворительным для вас. Потому что мужчине уже что-то не понравилось. Мужчина уже решил сдаться, и мужчина уже решил выбрать, ну, пассивность, да. И если он даже и появится у вас на горизонте, то мне кажется, что отношения уже не будут такими, как они были раньше. Вот. Значит, давайте мы начнем с конца, потому что у вас вначале довольно сложный запрос, а в конце более простой. Будет ли дальнейшее развитие этих отношений, или мне стоит успокоиться по этому поводу. Смотрите. Будет ли дальнейшее развитие отношений? Такое впечатление, что здесь вы снимаете с себя ответственность за отношения. То есть, понимаете, развитие отношений напрямую зависит от вас, но не зависит от каких-то факторов посторонних. Развитие отношений – это целиком и полностью ваша ответственность. В том числе и ваша ответственность. Да, есть еще молодой человек, мужчина, который также ответственен за отношения с вами. Но он ответственен только, скажем так, ну, со своей стороны. Да? То есть, он ответственен только за то, что касается его. А вы ответственны за то, что касается вас. Если вам отношения нужны, вот сейчас, на данный момент, если вы в них нуждаетесь в отношениях, то только от вас зависит, будете развить или нет. Другое дело, другое дело, что вам не хочется брать на себя ответственность. Возможно. Вот это другое дело. Понимаете? И если вы не хотите брать на себя ответственность, то у этого есть причины. То есть, вы по какой-то причине переносите ответственность с себя на что-то другое. На кого-то, может быть. На кого-то другого. В данном случае, именно, вот, на мужчину. Вот. Или на еще какие-то ситуации. Вот. Понимаете? Какая история. То есть, не будет отношения развиваться сами по себе. Вам нужно определить, что именно вы готовы для этого сделать. Это раз. И два. Вы спрашиваете, стоит ли мне успокоиться. То есть, вы сейчас неспокойны. Да? Получается. Тоже важный момент. Неспокойны вы. Почему? Вот, именно, неспокойны вы. По какой причине? Вы сами, как-то, получается, заинтересованы отношения были. Возможно, возможно, да. Но вопрос заключается в том, для чего они вам. Отношения. Вы же хотите их отношения, они же нужны вам. Отношения. То есть, момент здесь именно такой. Вам они для чего-то нужны. И, соответственно, успокоиться вы, вы не можете. Именно потому, что у вас есть потребность. В этих вот отношениях. И только здесь все в том, чтобы понять, что именно это за потребность. Такая. Вот. То есть, то, что вы не можете успокоиться, да, это сугубо ваша, опять же, реакция, ваша ответственность. Понимаете? Опять же. И, вы не сможете успокоиться по, ну, скажем так, по желанию. То есть, вряд ли вы свои эмоции здесь можете контролировать. Я не думаю, что вы можете их контролировать. Ну, потому что это происходит помимо вас. И будет до тех пор, пока вы не увидите, что за этим стоит. Понимаете? Вот. То есть, вам, может быть, хочется чего-то? Да? Ну, вообще, чего-то хочется. Например, от мужчин тех же. Да? Вот. Вот. А не получается это реализовать. Потому что вы не свободны в своих ощущениях. Вот. Так что, вот здесь, конечно, нужно несколько подробнее всё рассмотреть. Далее. У меня не складываются отношения с мужчинами пищевые. И это определённая система. Да? То есть, это система. Есть некая систематичность в том, значит, что у вас не получаются отношения. есть повторения, как вам указал мой коллега. И, соответственно, именно из-за повторения это требуется рассмотреть, ну, более подробно. Знаете? То есть, то, что у вас не получаются отношения в целом, именно в целом, это само по себе уже проблема. Вопрос в том, отдаёте ли вы себе отсчёт в том, что это проблема или нет. Может быть, вы просто хотите, чтобы мы вам сказали, будет ли у вас продолжение отношений или нет. Вот. Вот. Но если не определить причину и не устранить её, причину, по которой вы оказываетесь снова и снова вот в таких ситуациях, то отношения у вас не выстроятся никогда. Ну, есть такая вот вероятность, по крайней мере. Вот. Дальше идём. Значит, вы пишите, что за вами начал ухаживать мужчина. Знаете, нужно разобрать, я бы сказал, нужно разобрать то, как именно он стал за вами ухаживать. То есть, почему вы не сказали, что уже, например, мы стали встречаться, или мы стали больше общаться, или мы стали больше взаимодействовать. Этого всего вы не написали. То есть, такое впечатление, что мужчина сам делал всё. Такое впечатление, что мужчина сам за вами ухаживал, а вы как будто только лишь воспринимали то, что он делает, и всё. Если это так, то это не есть здорово. И мужчина, возможно, я не говорю, что это так, но возможно. Возможно, мужчина именно поэтому от вас и отдалился, потому что он не видит обратной связи с вами. Он не видит, что вы его как-то, ну, одобряете, что вы его когда принимаете, что вы его как-то поддерживаете. Вот. Не видит. Возможно, в этом всё дело. А может быть, чем-то ещё. То есть, тут тоже нужно разбирать, как вы себя ведёте, например, когда за вами ухаживает мужчина. Может быть, он действительно думает, серьёзно думает о том, что он вам не нужен, что он вас не зацепил. Вы-то можете думать по-другому, а он думает так. Это вопрос того, как вы воспринимаете то, что человек для вас делает. Как именно вы это воспринимаете? На мой взгляд, это тоже важно. И, соответственно, если есть какие-то сомнения в этом, ну, я имею в виду, если есть сомнения в том, что вы можете что-то делать не так. Если есть сомнения в своём поведении, допустим, то его это поведение, конечно, нужно корректировать. То есть, может быть, имеет смысл быть более активной и так далее. Особенно это актуально с учётом того, что вы сказали, ну, спросили, точнее, чего ждать от отношений. То есть, по-видимому, здесь есть, ну, намёк, намёк на то, что вы ожидаете чего-то. Если эта пассивность проявляется во всём, то я полагаю, что это причина, по которой мужчина перестал за вами ухаживать. То есть, грубо говоря, отсутствие обратной связи. Грубо говоря. Вот именно так, с точки зрения психологии, вам можно ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Небольшой такой постскриптум будет заключаться в том, что я бы рекомендовал вам сейчас подумать над своим поведением. Да, ну, не в том плане, знаете, как родители, да, говорят, а скорее подумать в том плане над моделью женского поведения. То есть, как вы ведёте себя с мужчинами. Какая вы с мужчинами. Вот. А вот это для вас очень важно. В любом случае. То есть, являетесь ли вы с мужчинами той женщиной, какой вы видите себя. И, собственно говоря, какие препятствия, по вашему мнению, для вас стоят на этом пути. Вот это очень важно в любом случае, вне зависимости от того, к кому вы обращаетесь, к психологу или к эзотерикам. А я вам желаю всего самого доброго ещё раз и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!